Виктор Васильевич Шепелёв Доктор геолого-минералогических наук, профессор, заместитель директора по научной работе Института мерзлотоведения имени Мельникова, действительный член Академии наук Республики, член-корреспондент Российской инженерной академии, заслуженный деятель наук Республики Саха-Якутия, главный редактор журнала «Наука и техника в Якутии». Основные направления научной деятельности – изучение мерзлотно-гидрогеологических условий, режима и разгрузки подземных вод, разработка инженерных способов борьбы с подтоплением урбанизированных территорий над мерзлотными водами, изучение наледей. Добрый день, дорогие коллеги! Мы сегодня с вами поговорим о подземных водах Якутии. Подземные воды – это, в общем-то, подземный океан, можно так сказать, который у нас под ногами. По данным некоторых ученых, объем подземных вод, которые находятся в недрах Земли, примерно равен объему мирового океана. Это колоссальный объем. Если мы океан видим, мы любуемся им, иногда он нас устрашает, то есть мы видим, то этот подземный океан, который у нас под ногами, мы не видим. Для того, чтобы знать, что это за объект, существует такая наука, как гидрогеология. Родилась она давно, родилась она во Франции. Если вы слышали такое слово, как «артезианская вода», наверное, слышали, так вот, этот термин французский. В провинции Артезия была пробурена в свое время первая скважина, которая вскрыла напорные подземные воды. Напорные – это значит, когда вскрыли водоносный пласт, подземная вода по стволу скважины поднялась на поверхность и ударила фонтаном. То есть такой высокий напор. Подземные воды – это очень интересный объект исследования. По мнению первого президента Академии наук СССР, известного геолога-академика Карпинского, он считал, что подземные воды – это полезное ископаемое номер один. Потому что это полезное ископаемое, люди очень нуждаются в нем. И, по сути дела, вся жизнь нашей цивилизации показывает о том, что вот эти слова, они, в общем-то, пророческие. Действительно, подземные воды можно использовать не только для питьевых целей, то есть для целей водоснабжения. Их можно использовать как минеральное сырье, значит, как лечебный фактор минеральной воды. Их можно использовать как термальный источник, это термальные подземные воды. Их можно использовать как промышленное сырье, сырьевой продукт – это промышленные подземные воды. То есть вот в четырех, в пяти видах можно использовать подземные воды. Но основной вид использования подземных вод – это, конечно, для цели водоснабжения. Все дело в том, что питьевая вода – это, в общем-то, основной наш жизненный продукт. Человек выпивает за свою жизнь около 30 тонн воды. Представляете, 30 тонн воды мы прокачиваем через свой организм. И от того, каково качество эта вода, в общем-то, зависит и наше здоровье. По данным Всемирной организации здравоохранения, 90%, даже больше, некоторые говорят, процентов болезни человека зависит от того, какую воду он пьет. То есть это основной действительно жизненный продукт. Были и сейчас существуют некоторые программы, правительственные, региональные, программы «Чистая вода». Вот подавать нужно населению чистую воду. Но чистая вода – это что это? Это дистиллированная вода, это тоже чистая вода. Но дистиллированная вода, она вредна, потому что она, если пить дистиллированную воду, то будет вымывание всех солей из организма. Поэтому нужно говорить не чистая вода, полезная для человека, а качественная вода. Питьевая вода должна содержать различные микроэлементы, макрокомпоненты в соответствующих количествах, согласно СанПИНа. И только тогда она может быть полезна человеку. И люди, которые будут пить такую воду, они, в общем-то, будут меньше болеть и дольше жить. Но теперь перейдем к подземным водам Якутии. Значит, Якутия, территория нашей республики, очень приличная. Более 3 миллионов километров квадратная. Колоссальная площадь. Это почти более чем 5 с Францией. То есть та территория, где были открыты, по сути дела, первые артезианские воды. Вот на территории Якутии, в общем, имеют место различные подземные воды. Но территория Якутии, она охвачена вечной мерзлотой. Причем мощность вечной мерзлоты в некоторых районах Якутии достаточно приличная. А вообще фронт глубокого проникновения, отрицательных температур в глубине, здесь у нас достигает полутора километров. Фронт охлаждения недр. То есть это тоже рекорд, по сути дела, в мире. И естественно, что вот этот факт формирования вечной мерзлоты, динамика ее существования, не могли не повлиять на жизнь подземных вод. В связи с этим подземные воды на территории Якутии, они подразделяются на 3 основных вида. Это подмерзлотные, то есть те подземные воды, которые залегают подмерзлотой. Межмерзлотные, которые залегают внутри мерзлоты. И надмерзлотные, которые залегают сверху на мерзлоте. И вот эти все 3 вида подземных вод, они, конечно, существенно разнятся, но имеется очень тесная взаимосвязь между ними. Подмерзлотные воды были открыты, можно так сказать, вот на территории Якутска в 1845 году. Тогда, когда была закончена проходка шахты Ширгина, слышали, наверное, такую шахту, да? В 1827 году купец Федор Ширгин начал копать колодец, в частности, он именно копал для получения подземной воды. Он прибыл из Качуга, Иркутской области, там у него был колодец во дворе дома. На глубине 30 метров под вечной мерзлотой, там тоже была вечная мерзлота в то время, он, значит, выкопал колодец и под вечной мерзлотой вскрыл подземную воду великолепного качества. Когда его перевели сюда, в Якутск, он, значит, тоже решил во дворе своего дома выкопать колодец. Начал копать этот колодец. 30 метров прошел, никакой вечной мерзлоты нет. Хотел бросать этот колодец, но тут его заинтересовали ученые, сказали, что нужно продолжать в научных целях, посмотреть, до какой глубины вообще можно, значит, существует вечная мерзлота, до какой глубины. И он продолжал копать этот колодец в течение 10 лет и дошел до глубины 116 метров. Этот колодец имел большой резонанс, в общем-то, в мире. Сюда приехала экспедиция, которую возглавил Медендорф, будущий академик Российской академии наук. И он впервые доказал, что мощность вечной мерзлоты, вот в районе Якутска, где-то около 200 метров. А дальше талая вода. Раз талая вода, значит, должна быть и вода. По сути дела, с этих пор можно было говорить о том, что в Якутске можно встретить, вскрыть подземные воды. Ну а первая скважина, которая вскрыла подземные воды, подмерзлотные воды в районе города Якутска, была пробурена в 1940 году. Сюда, в Якутск, приехал во главе экспедиции Академии наук основоположник мерзлотоведения, Михаил Иванович Сунгин, и он уговорил правительство республики о том, что нужно пробурить разведочную скважину в районе Якутска, чтобы посмотреть, есть ли под вечной мерзлотой подземная вода. Все его прошение было поддержано правительством республики. И в 1940 году началось бурение первой скважины в районе Якутска, где сейчас располагается институт мерзлотоведения. Значит, бурение этой скважины было достаточно быстро, дошло до глубины 300 метров, и на глубине 300 метров, 312 метров, была встречена вода, подмерзлотная вода, пресная. Значит, ну и вот Михаил Иванович Сунгин сделал доклад на заседании правительства республики о том, что нужно бурить для питьевых целей населения города уже не разведочную эксплуатационную скважину, то есть более большего диаметра для того, чтобы уже снабжать население города артезианской водой. Скважина начала буриться в 1942 году, хотя шла война, но эту скважину начали бурить. Бурили ее в течение двух лет, потому что она была большого диаметра. В 1944 году были скрыты водоносные горизонты подмерзлотой, и эта скважина дала первую воду. Была оценена ресурсная часть вот этой скважины, то есть оценены запасы подземных вод. И с 1947 года население города получило артезианскую подземную воду, которую использовали несколько потом было скважин еще эксплуатационных. Население города водоснабжалось за счет подмерзлотных вод. И только в 1960 году, когда был построен Даркаласский водозабор, и население города значительно увеличилось, всех этих скважин не хватало, было построено уже водоснабжение на основе использования вод реки Лены. То есть вот эта первая скважина, которая вскрыла подмерзлотные воды, была пробурена, вернее, начала использоваться в 1947 году. В последующем в районе Центральной Якутии для различных целей было пробурено очень много скважин. В настоящее время насчитывается порядка 45 водозаборных скважин. Эти скважины используются и для водоснабжения, для технических целей и так далее. Помимо Центральной Якутии, начали использоваться подземные воды для водоснабжения в других районах Якутии. В настоящее время подземные воды, вот пресные подземные воды, используются для водоснабжения в 18 лусах районах республики. Но общий объем использования подземных вод на территории республики не очень большой. Хотя потенциальные запасы или ресурсы подземных вод на территории Якутии колоссальные. В настоящее время используются из этой цифры потенциальных запасов всего лишь 170 тысяч кубометров. То есть меньше 1% от потенциальных запасов. То есть резервы использования подземных вод для водоснабжения на территории Якутии колоссальные. В мире, в общем-то, во всех цивилизованных странах водоснабжение базируется только на использовании подземных вод. Почему? Ну, во-первых, подземные воды более защищены от всевозможных загрязнений, от загрязнений поверхностного воздуха, от загрязнения поверхностных вод и так далее. Во-вторых, они менее зависимы от колебаний климата. То есть засушливый год, у нас реки могут пересыхать, озера пересыхать, какие-то периоды засушливые. То подземные источники, они такой реакции на изменение климата не испытывают. Это тоже второе преимущество. Третье очень серьезное преимущество использования подземных вод заключается в том, что эти воды, они очень богаты микрокомпонентным составом. А ценность, я вот говорил об этом, что ценность питьевой воды заключается в том, чтобы именно богатый был компонентный состав, микрокомпонентный, но в пределах допустимых норм, естественно. И вот подземные воды, они насыщены, что ли, микрокомпонентами. Почему они насыщены? Потому что они циркулируют в горных породах, и так как вода является очень растворяющей, обладает очень высокой растворяющей способностью, она растворяет горные породы, и эти микроэлементы переходят в растворенную часть подземных вод, то есть включают воды. Вот эти три особых преимущества позволяют прогнозировать использование водоснабжения в развитых странах только за счет подземных вод. И даже вот высказывается ряд зарубежных авторов, они говорят так, что степень цивилизованности государства можно ценить тем, в какой степени используют для водоснабжения подземные воды. То есть степень цивилизованности зависит от степени использования подземных вод. И есть подземные воды минеральные или лечебные. Наша республика богата лечебными минеральными водами. Я хочу сказать, что из восьми типов минеральных лечебных вод, которые известны в мире, в республике насчитывается шесть основных типов. Здесь есть и углекислые минеральные воды, и сульфатные, и йодистые, бромистые, радоновые и так далее. К сожалению, изучение и использование этого богатства минерального, которого у нас под ногами, очень-очень низкое, так будем говорить. По сути дела, минеральные воды у нас используются в единичных случаях. Хотя, я как говорил, что минеральные воды даже есть в районе Якутска. Сульфидные подземные воды, сероводородные воды. Есть великолепные минеральные воды в районе Мирного. Это хлоридно-натриевые воды, которые можно использовать для целого букета лечения различных болезней. Есть радоны в Южной Якутии минеральные воды, есть в районе Нежданинки углекислые минеральные воды. Теперь вот в отношении термальных подземных вод. Казалось бы, на территории республики, где вечная мезлота покрыла почти всю ее территорию, ни о каких термальных подземных водах не может быть и речи. Ничего подобного на территории Якутии есть. Можно вскрыть термальные воды в любой точке. Другое дело, что на какой глубине это будет и в каком количестве термальные воды. Найменьшая такая глубина вскрытия до 1-1,5 километров – это Устью-Вилюя. В скважине вскрывает термальные воды на глубине 1,5 километра. Термальные воды – это температура где-то порядка 20-25 градусов и выше. Помимо того, что они располагаются на различных глубинах, достаточно больших, тем не менее, на территории республики есть даже горячие источники, горячие и субтермальные, и термальные родники. Эти родники в основном распространены в Южной Якутии, но, наверное, слышали все источник на ход. Это термоминеральный, то есть он и термальный, и минеральный, то есть лечебный, температура которого порядка 26 градусов в любой месяц года, то есть в январе 26 градусов и в июле 26 градусов. В районе Алёкмы есть выход термальных вод, которые разгружаются с температурой 50 градусов Цельсия, почти горячие воды. Есть термальные воды даже в районе полюса Холода, в бассейне Индигирки. Это знаменитый источник Сытыган-Салба. Этот источник, по сути дела, впервые описал известный исследователь, геолог, член-корреспондент Академии наук СССР Сергей Владимирович Оборчев. В 1926 году он открыл этот источник для исследователей. Местное население давно знало об этом источнике и использовали его для лечения различных болезней. Ну и, наконец, промышленные подземные воды. Что это такое? Промышленные воды – это подземные воды с очень высокой минерализацией, насыщенные различными солями. Минерализация их может достигать 450 до 500 граммов на литр. То есть это почти в десятки раз солонее, так можно выразиться, чем морская вода. Это уже не подземная вода, а подземные рассолы, так мы их называем. В этих подземных рассолах содержатся различные микроэлементы, и элементы, и макроэлементы. И содержатся и бром, и йод. Естественно, человечество обратило внимание на такие подземные воды. И в настоящее время из этих рассолов, из этих месторождений подземных вод, вот такого типа, добывается и соль, и йод, и бром, и калий, и литий и так далее. То есть, по сути дела, это жидкая руда. И многие специалисты говорят о том, что для использования вот таких подземных рассолов, в общем-то, будущее. Потому что, в общем-то, можно получать всю табличку Менделеева, не создавая рудники, подземные рудники, открытые рудники, то есть, оказывая колоссальный вред и влияние на окружающую среду, когда можно пробурить скважину, то есть, точечку на определенную глубину, и выкачивать вот эту жидкую руду. И потом, значит, используя современные технологии, добывать различные элементы. Колоссальные ресурсы мы, в общем-то, не используем. То есть, вот промышленные подземные воды, это, я еще раз подчеркиваю, минеральные ресурсы будущего. Ну, вот так вот, вкратце я прошелся по подземным водам в Якутии. Если есть вопросы, пожалуйста, я отвечу. В каком сейчас состоянии подземные водные источники на сегодняшний день? Источники на территории Якутии, конечно, они имеют своеобразный режим. В зимний период, действительно, вот выход воды на поверхность, родник, там, где нет вот такой суровой зимы, как у нас, нет вечной мезлоты, там все понятно, что и летом родник функционирует, и зимой он будет функционировать. А у нас как? А у нас, когда начинается зима, родник, земля вокруг выхода начинает промерзать. Этот выход, он концентрируется в определенных местах. Он как бы собирается с силой, чтобы побороться с морозом, чтобы мороз его не сковал полностью от места выхода. Кроме того, эта вода, которая заливается в зимний период, она же при минус 30, минус 20, даже при минус 10 градусов замерзает, формируется наледь. Жизнь родника в зимний период, она очень своеобразна, и как может родник борется с зимой, с холодом и выживает. Выживают, конечно, не все. Очень многие источники родники перемерзли, замерзли. Сохранились только крупные родники. И родники, которые после наступления холодного периода, я имею в виду, после голосценного оптимума потепления, началось промерзание очень интенсивное, и родники, они коптируются, природный коптаж, они соединяются вместе и борются совместно, как бы противостоят холоду и вечной мезлоте. Вы перечислили преимущества, но что может пойти не так? Что может помешать использовать эти самые подземные воды? Хороший вопрос. Как и в любом деле, помешать может наш непрофессионализм. Их подземные воды нужно правильно использовать, правильно оценивать, оценивать запасы правильно, правильно ставить коптажные или водозаборные сооружения, и самое главное, правильно эксплуатировать. Для того, чтобы все это делать правильно, нужны специалисты. И вот на кафедре мерзлотоведения Северо-Восточного федерального университета есть специальность поиски и разведки подземных, вот так и называется, инженерно-геологические изыскания. Пожалуйста, приходите, посылайте своих знакомых, какие-то вопросы решать, или своих детей, чтобы они поступали на эту специальность. Специальность очень интересная, нужная. Но я еще раз говорю, если серьезно относиться к обучению и обладению этой специальностью, тогда все получится. Расскажите, пожалуйста, какой экономический потенциал есть у подземных вод? Я вот рассказывал о промышленных подземных водах. Пожалуйста, потенциал колоссальный. Использование подземных вод для водоснабжения – это тоже потенциал, потому что если пить хорошую воду, значит, здоровое население будет. Здоровое население будет работать, создавать ценные продукты во всех отраслях промышленности и так далее. Это тоже потенциал. Термальные воды можно использовать как в теплоэнергетических целях. Там, где есть родники, можно, в общем-то, создавать какие-то, ну, допустим, для разведения рыб какие-то емкости, значит, или пруды, так будем говорить. И чтобы там, в общем-то, круглогодичного действия пруд, допустим, здесь будет. То есть промышленный потенциал подземных вод очень колоссальный. И различный, в различных сферах. Где в Якутии могли бы появиться курорты и санатории с лечебной водой? Потенциальные возможности, природные возможности есть. Из восьми типов минеральных лечебных вод у нас шесть типов. Но опять-таки, так же, как в случае с водоснабжением, нужно провести исследование. Потом поиск, потом разведку, потом оценить запасы. Ведь не только мы укажем, что здесь, в этом месте есть. Если мы пробурим, там действительно будут, но в мизерном количестве, малом количестве, то это будет убыток. То есть нужна районирование, разработка концепции, развитие санаторно-коростного дела и так далее. А в принципе, я говорю, что даже в районе Якутска можно организовывать санатории на использование подмерзлотных минеральных вод сульфидных. В районе Абалаха есть великолепные возможности для не только грязями лечить, но и минеральные воды великолепного качества. Причем по исследованию лаборатории Северо-Восточно-Федерального университета есть такая специализированная лаборатория, которая проверяла использование вот этой минеральной воды на лечение различных желудочных заболеваний. Великолепный эффект дает он использование вот этих вод. Но пока все стопорится. Опять-таки из-за цены. В чем опасность использования надземных водных источников? Опасность использования поверхностных или надземных, как вы говорите, водных источников для цели водоснабжения, в общем-то показала вот авария в бассейне Вилюя. Практически все население Вилюя ниже Чернышевска, по сути дела, оказалось без воды. Потому что пить загрязненную воду невозможно. А если бы какой-то из этих поселков водоснабжение было за счет подземных вод, ничего подобного бы не было. То есть риск есть. Ну и вот недавно на Эльконе в Южной Якутии то же самое произошло. Загрязнение, выброс в реку Эльконку, прорвало дамбу и загрязнило полностью всю реку. А эта речка является притоком Элькона. Элькон в Алдан впадает. Это загрязнение достигло и Алдана. То есть риск есть. Конечно, нужно переходить. Я еще раз говорил, что надо переходить на водоснабжение за счет подземных вод. Это более надежно. И самое главное, что и полезно для человека. Переходить постепенно, конечно. Опять-таки, с помощью нового поколения специалистов-гидрогеологов, которые будут работать в различных отраслях, в том числе и в организациях водоканала, водоснабжения и так далее. Белюйское море в последнее время увеличивается. И насколько Белюйское море связано с подземными водами, и в связи с потеплением, деградация мерзлоты идет интенсивно. И какую опасность может представлять Белюйское море в дальнейшем потеплении климата. И весь западный регион очень насыщен подземными водами. И при деградации мерзлоты, и насколько будет опасность изменения климата и рельефа местности. Это больше гидротехнический вопрос. Но, в принципе, это очень актуальный, очень интересный вопрос. При потеплении климата для Белюйского водохранилища, конечно, особая опасность – это разрушение берегов. Будет очень интенсивно разрушаться берега, протраивать, потому что берега там мерзлые. Если начнется потепление, то эти берега будут отступать. Будет отступать, значит, будет поступать в водохранилище вот этот грунт. Естественно, будет менять он и состав воды, уровень, влиять на уровень. Что касается взаимосвязи днища водохранилища и с мерзлотой, ну, это вопрос не сегодняшнего дня. Мощность вечной мерзлоты в районе Белюйского водохранилища – порядка 320 метров. Для того, чтобы растаяло, ну, были такие расчеты у нас в нашем институте проведены, чтобы растаяла вся мерзлота под дном водохранилища, это нужно где-то порядка 50 тысяч лет. 50 тысяч лет – ну, это время достаточно, чтобы найти способ, чтобы негативные вопросы снять. Но сейчас, конечно, вот в Белюйское водохранилище там беда – это прорывы, береговые прорывы воды в Нижний Бьев. Это вот беда одна из... И там вот как раз и разрушается мерзлота, и климат влияет именно на увеличение вот этих процессов негативных. Компания «Строимонтаж». У нас вопрос вот такой. Мы планируем в следующем году разработку питьевой воды в Белюйской зоне. И эта тема очень актуальна для нас. И как, например, подрусловые воды, например, по протокам Вилюи и самому Вилюи, насколько они часто встречаются, как они, пригодны ли они для использования, для очистки и дальнейшей употреблении его? Конечно, подрусловые воды под Вилюем есть. По сути дела, вот в районах, в различных районах Якутии под любой рекой существует подземная река. Она, по сути дела, точно такого же направления подземная река. Естественно, что вот талик, который образуется за счёт оттепляющего влияния реки, он насыщается поверхностными водами, вот, и подрусловые воды по качеству, они мало чем отличаются от поверхностных вод. Может быть, чуть-чуть они более минерализованы. Но всё дело в том, что на протяжении движения по руслу могут быть участки, где могут разгружаться подмежзлотные воды, там, где существуют сквозные тылики. В этом случае, конечно, подрусловые воды могут быть и минерализованными. То есть, для того, чтобы оценить возможность использования подрусловых вод, нужна соответствующая, провести гидрогеологические работы. Это, прежде всего, поиски, потом разведочные стадии. Поисковые и разведочные стадии. И оценочные, то есть оценить запасы. Подрусловые воды широко используются, и используются они в нашей республике. Некоторые посёлки в республике базируются на использовании подрусловых вод. Но что касается Вилюй, я хочу сказать, особенно после этой аварии, которая произошла в бассейне реки Вилюй, что там есть и очень крупные пресные родники. Например, недалеко от Сильдюкара есть целая группа пресных родников, а Сильдюкар, как раз он больше всех пострадал после этой аварии. Пресных родников, которые, в общем-то, никак пока не используются. Это великолепная пресная вода, высокого качества, естественно, и причём очень высокого расхода, высокого дебита. Если там организовать каптажное устройство или серию водозаборных скважин, можно было снабжать очень многие населённые пункты, потом проложить от этого водозабора водоводы и использовать эти воды для питьевых целей. Во сколько будет, вопрос стоит в цифрах каждой скважины, ну, допустим, водоснабжения, да, допустим, в одном населённом пункте в цифрах можно перевести, ну, вообще примерно, сколько будет стоить, потому что сейчас вышел указ нашего президента Айсена Николаева об экологическом улучшении вообще всей республики, и вот хотелось бы услышать вообще в цифрах, сколько будет стоить одна, допустим, скважина для потребления одного населённого пункта. Ну, примерно. Я не говорю от посёлка до города, примерно в цифрах. Ну, тут всё будет зависеть, какая это скважина, на какие воды. Если она на подрословые воды, одна цена. На подмерзлотные воды, другая цена. Причём на подмерзлотные воды тоже. Есть участки, где мерзлоты, там, 50 метров, а есть районы, посёлки, где мерзлота мощностью до 300 метров, как вот в районе Якутска. И даже больше, 500 метров в некоторых местах есть. То есть всё зависит от глубины. И, кроме того, нужно учитывать, что скважину нельзя бурить вот так вот, указав. Предварительно нужны провести исследования, поисковые работы. Это тоже цена. Потом нужно провести разведочные работы, чтобы оценить запасы. Это тоже цена. И потом только уже бурение. То есть бурение – это уже как бы последний этап. В общем комплексе, конечно, это дорогое удовольствие. Но есть тренд на уменьшение стоимости. Так что будем надеяться, что это будет по силам, в общем-то, поселковым администрациям. Ну и кроме того, есть республиканские программы различные. Вот та же программа правительства республики «Чистая вода», где, в общем-то, отдельным муниципальным образованием выделяются приличные ссуды на бурение, на проведение вот этих вот всех работ. Так что тут нужно конкретно смотреть. Но, в общем-то, это пока дорогое удовольствие. Так, ну вот я вам изложил основные сведения о подземных водах Якутии, о перспективах их изучения, использования, что это великолепный природный ресурс, который дарован нам свыше. И надо этим ресурсом пользоваться, пользоваться грамотно. Вода – это вообще удивительное вещество. Это золотой химический элемент. Вода, в общем-то, даровала, подарила жизнь Земле. Но если мы будем вот так относиться к воде, как мы сейчас относимся, то вода из источника жизни может превратиться в его врага. Потому что вода может и убить жизнь, если мы не будем ее хранять, изучать и правильно использовать. Спасибо за внимание. Удачи вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Редактор субтитров А.Семкин